Здравствуйте, дорогие наши зрители! И первое, с чего хочу начать, что это видео, это вторая часть по поводу забоя индейки в этом году. Первая часть непосредственно показывала вам забоя индейки, большой индейки и самок, и самцов. Все подробно, все как мы любим. Но из-за этого как раз у нас и возникли сложности. Какого рода сложности? Дело в том, что это видео про забоя индейки не предлагается никому, кроме тех, кто на нас подписан. Это, кстати, еще один повод на нас подписаться. Потому как там содержатся сцены с непосредственно проколом шеи индейки в том месте, в котором это следует делать. Мы его сделали, можно сказать, на добровольных началах исключительно по вашей просьбе, потому что на подобные видео YouTube накладывает кучу ограничений, вплоть до непоказа вообще. Но пока нас, к счастью, не забанили вовсе. Но не дают ставить ни рекламу на наши видео, и сами не ставят, и наносят ограничения вот как раз по распространению и плюс 18 тоже. Поэтому подписывайтесь и не пропускайте наши видео. Мы работаем для вас, как говорится. И на самом деле старались это видео снять в помощь начинающим птицеводам. И, возможно, себе, потому что вы подсказываете очень многие моменты, обязательно читайте под такими видеокомментарии. Я, конечно же, оставлю все ссылки на видео, забоев под этим видео в описании. И, скорее всего, в приложенном комментарии для того, чтобы вы из телефонов, из компьютеров могли видеть эти не очень приятные, может быть, для праздного обывателя, зрителя, видео. Но это то, что у нас вызывало всегда больше всего вопросов и больше всего, как сказать, сомнений. Потому что информацию такого рода вы не найдете в других местах. Может быть, и на нашем канале скоро тоже не найдете. Потому что поэтому репостите наше видео. Иначе вы не сможете их больше смотреть. Я боюсь, что YouTube рано или поздно нам эту главочку прикроет. Есть много доброжелателей, которые кидают страйки на наше видео. И поэтому, наверное, так произошло. Это забой утки, забой бролера, забой индюков, который был год назад, забой бролера, который перед вами сейчас. И кто еще забой? У нас есть забой гуся, но он поверхностный. В общем, он похож на утку. Короче, все забои мы еще раз пропишем в описании. Посмотрите, главное, чтобы ваша рука была твердая, и вы знали, что вы делаете все правильно. Ну, тут мы вам в помощь, что называется. Все, начинаем потрошение индейки. И с чего мы начинаем потрошение любой птицы, которая имеет зуб? С высвобождения зуба. Так, ко мне передом, к лесу задом. Это не такая простая курочка. Да, сами понимаете вес ее. Мы, кстати, будем с вами взвешивать ее. Зуб у нас находится с правой стороны, если индейка расположена вот таким образом. То есть это как? Это на спине и головой к нам. Так, поехали. Слегка оттягиваем кожу. Не вытаскиваю я зуб через шею, конечно, потому как и шея длинная, и смысла в этом не вижу. И связки очень плотные у индюков, но плотнее, чем у бролера. Поэтому и вытащить этот зуб сложнее. Так как у меня уже отсутствуют все поломанные ногти на вот этих трех пальцах, даже мои небольшие, коротенькие. Вам я тоже рекомендую эти ногти слегка укоротить, дабы не порвать зуб. Так. Зуб достаточно плотный. Прилегает достаточно плотно к остальным тканям индейки. Поэтому помогаем себе пальцами освобождать зуб от этих слоев мяса. Так, вот таким образом. Так как это самец, видите, жирок у него расположен по всей коже. В принципе, при приготовлении той же самой грудки это и очень-очень хорошо. Это то, что очень нужно. Вот такой зуб. Он частенько бывает надут, как пузырь. Но ничего страшного. Это нам с вами никоим образом не помешает. Захотим, сдуем, если что. Ну, вот в такой форме он и так пройдет. Отверстие здесь тоже достаточно большое по трахам. Можете, в принципе, его тоже попробовать слегка поднадорвать, чтобы понимать, что вот он туда уходит. И вот здесь мы с вами получаем доступ к трахее. Вот он потолще и пожестче. Да. И к пищеводу, который от зуба непосредственно проходит через шею наверх. Вот он пищевод. Как потрошат индейку, не высвобождая зуб, я себе представить не могу, потому что держится он реально плотно. Порвать зуб для меня страшный ужас. Почему? Потому что в нем так или иначе есть вода какая-то, трава какая-то, что-то еще. И если эта вся каша попадает внутрь птицы, то мне придется птицу перемывать. А если вы помните, птицу я не мою и стараюсь не мыть, потому что это приводит к порче. Хватаю, а, зуб высвободила. Хватаюсь за трахею и вытаскиваю просто трахею из этой дырки. Даже снаружи, вот здесь ничего могу не делать и не надрывать. Можно и надорвать. Если у нас зуб пустой, как в данном случае, сложностей никаких быть не должно с пищеводом и с тем, что из него может выливаться жидкость, которую птица пила перед забоем, либо что-то типа желудочного сока желтоватого цвета. И если она будет выливаться, то ткани шеи могут окраситься в желтый. Поэтому, пожалуйста, за этим тоже надо посматривать. Зачастую клиент может не понять желтых следов на шее или ему, как минимум, это может не понравиться. Поэтому смотрим, да, зуб пустой, ничего там нет. Даже не пила птица воды. Вот. И теперь отсюда, прилагая усилия, достаточно такие серьезные, поправляя кожу шеи рукой, поддерживая это, можно сказать, мы с вами убираем, вытаскиваем зуб и трахею. Вот эту связку я еще и подрежу чуть-чуть. Вот так. Трахея и пищевод у нас с вами остаются в руках. Зуб, вот он тоже остается у нас в руках. Все, в общем, у нас в руках. Все дело за нами. И выискиваю снова же пищевод. Вот он. Он отходит от зуба, понятно, да, и идет к голове. К тому месту, где была голова. И я ее точно так же вытаскиваю. Можно намотать на пальцы. Все, высвободила. Теперь, как только вы высвободили пищевод, можно слегка подержать, поднадавить на зуб. И с вот таким вот не очень лицезрельным звуком мы с вами сдуваем зуб немножко и вытаскиваем воздух. То есть зуб становится вот такой, как тряпочка такая, чтобы у нас легко он и хорошо вышел. Потому что бывает аж вот такой пузырь. Это нормально. Не пугайтесь зубы индейки, есть воздух. Подтягиваем к себе. Кровь стираем. Почему? Потому что, когда она въедается в поверхность кожи, вы потом очень тяжело ее будете смывать. Поэтому я всегда подтираю кровь. И кровь это то, что портится первым делом всегда. Поэтому лучше всего, чтобы крови было минимальное количество на вашем мясе. По возможности. Именно отчасти поэтому мы охлаждаем индейку. Был вопрос, зачем мы охлаждаем мясо. Мясо охлаждается по многим причинам. И какая из них важнее, даже не знаю, не могу вам сказать. Это в воде индейка целостная, когда лежит, никакой воды она не набирает. Ваши руки, когда вы моете посуду, воды много набирают. То есть вы вытаскиваете руки, они у вас вот такие прям все набранные водой. Это ерунда. Это потрошенная птица может набирать воды, потому что у нее есть перепонки и складки. Всевозможные внутренние, которые как пузыри набирают воду и в себе могут ее держать. Непотрошенная птица воды не набирает. Поэтому мы охлаждаем ее максимально непотрошенную. Снова почему? Внутрь ничего не залетает. Мухи не попадают, как в потрошенную птицу могут попадать, яйца откладывать. Индейка остывает. Сейчас у нее будет минимальное количество вот этого месива, кровища внутри. То есть мне позволяет этой при разделке мяса не мыть. И что еще? Одни сплошные плюсы. Она не заветривается после пересъемки. Так, вот это немножко уже заветрилось, пока я камеру ставила, пока я собиралась с мыслями, со всеми делами. Всегда это все очень сильно замедляет процессы. Понимаете? То есть снять видео, это не просто встал, поговорил. Это очень большой процесс до, после и вместо подрошения. Вот сейчас стою и разговариваю. Вот. Смысл окунания виндейки в воду именно в том, чтобы сразу все на свете успеть, да? И охладить мясо без вреда для этого мяса. И защитить ее от мух, от всего подобного. Защитить ее от обветривания. И чтобы кровь там не хлистала, еще не бегала по жилам. И потом у вас не было кровавого месива, а были чистые, отличные куски мяса. Это все тоже необходимо. И чтобы не остывать, не остужать мясо после разделки. Вот как только вы разделаете ее, оставлять ее нельзя. Потому что сразу же все эти мухи, все эти дела, все это будет к ней липнуть и мешать ей. В пакетик убрали, и я убираю в холодильник. Если сомневается, не надо завязывать пакет прям вот так с ноги. Тем более куски такие большие, что у вас это и не получится. Спокойно она подышит себе в холодильничке у вас. Ничего страшного не будет. И охладится до нужной температуры. Мясо теплое, еще раз напоминаю. Не продаем, не отдаем никому. Не подставьте себя, потому что парное мясо, ну это еще та история. Не всем нравится запах. Оно должно отдохнуть, вылежаться хотя бы. Ну я по минимуму часов 10 хотя бы точно. То есть если утром забой, вечером забрали, еще так да. Если вечером забой, то утром забрали, да. Но если вечером забой и вечером забрали, то нет. Как-то стараемся вот так вот. Или люди должны знать, понимать, то есть почему фундлик уж называется. Так, вот опять стоит липлюсь. Мы с вами передом, к себе задом. Втыкаем нож ниже клоаки на пару сантиметров. Как вы видите, из клоаки может что-то выделяться. То, что нам совсем не хочется, чтобы попадало в тушку. Помним, да? Используем мы при этом одноразовые салфетки или бумагу. Или полотенце одноразовое. И придерживаясь за это место одной рукой, ножом мы аккуратно с вами вскрываем живот птицы. Стараясь не порезать прямую кишку. Да вообще любые кишки стараемся не порезать. Начинаем с места, где киль. Вот здесь киль у птички. И с этого места у нас, когда птица лежит на спине, кишки как бы уходят к позвонку туда глубже. И здесь есть, видите, пространство достаточно большое. Поэтому я обрываю от стенок сначала все жировые прослойки и то, что у меня в доступе. Я обрываю. Вот это хоть и самец, а жарка у него прилично. Для того, чтобы мне было проще. Вытащить основную массу кишок. Вот они. Высвободить как бы. И потом засовываю руку. Руку можно ссунуть достаточно далеко. Вот сейчас я уже строгаю сердце. Я могу вытащить сердце. Могу не вытаскивать. И обрываю все связки, как и у бройлера, между кишками и спиной, позвоночником. Максимальное количество связок, как только вы оборвали, хватаетесь там не за мягкую печень, а за преджелудок и пищевод, уходящий вглубь. И мы тащим все это дело. Вот за это место я схватилась. Видите? Преджелудок. Вот за это место я хватаюсь вот так и тащу. Даже если я оборву, я рукой буду держать преджелудок и все содержимое вот здесь. Вот здесь, допустим, оборвется. У меня останется просто уходящий пищевод к этому зобу. Это не я, товарищи. Это зоб. В зобе воздух. И при выдавливании он слегка вот с таким звуком может выходить. Постараюсь показать максимально подробно. У меня есть несколько видео потрошения, из которых я сложу для вас общую, максимально видную для вас картинку. Имейте в виду, мои потрошения в принципе одни и те же, как у каждой птицы. Самец. Здесь тоже есть жирок, безусловно, потому что птичка уже взрослая, 5 месяцев так или иначе. Но вы потушке, я думаю, видите, что она немаленькая. Я убираю куски жира изначально. Вот не подготовилась, тазик не достала, да? Так, сетку. Очень удобную сетку купила, кстати. Покажу вам. Смотрите, когда потроха промываешь, потрашка, то хорошие, полезные, ну, используемые, то некуда положить, они начинают течь, да? Надо, чтобы они стекли, вода с них. Вот такую сетку купила. В фикс прайсе. Не знаю сколько, 45 рублей, что ли. И я ее раздвигаю, ставлю на мойку и кладу сюда потроха. А только надо не переборщить, потому что крепления, мне кажется, не сильно надежные. Маленькая ремарочка. У самок, значит, жир, напоминаю, находится, помимо того, что есть слой жира на коже, подкожный жирочек, но большая его часть сфокусирована в нижней части птицы. Вот у этой самки сколько жира. Это здесь желудок, не подумайте, что это весь жир. Он, ну, вот как бы скомпонован вокруг желудка и по вот этим вот двум стенкам, да, когда открываем птицу, все это видно, кстати, 4 месяца. А, знаете, да, что это? Яйца клетки. Так что скоро наша птичка уже захотела бы нестись. Жир вокруг желудка скапливается, поэтому со второй стороны вы так просто жир этот не выделите, он вокруг желудка. Ну, вот я часть его уберу. Можно не убирать, это не принципиально. Засовываем руку максимально далеко и проворачиваем, пытаемся вытащить кишки. Вот таким движением. Вот таким движением, да. Грубо говоря, видели вилку для потрошения большую? Мы из руки ее делаем вот таким образом. Но пальцы так не делаем. Вилка для потрошения примерно так выглядит, которой хватает за пищевод. Выше железистого желудка. Знаем, да, желудок из двух частей состоит? Из железистого мышечного, мускульного, извиняюсь. Вот это сердце достало. Потом буду обрабатывать кишки, это уже, в принципе, не столь важно. Рукой стараюсь не хватать кровавой за ноги, за все на свете, потому как вот эта индейка недостаточно еще остыла. Она внутри достаточно горячая, горячей моей температуры тела. Все, в общем. Обрываем все связки, которые под кишками идут к позвонку. То, что мы уже чувствуем, что точно будем убирать, можно вырвать заранее. Ну, как бы, да, раньше я имею в виду семенники, например, на штуки натыкаются. Потому что обрывая связки между кишками и позвонком, вы будете натыкаться и на семенники, соответственно. И дальше идет присоединение пищевода и трахеи в месте легких. Вот я вытаскиваю уже зоб, чуть-чуть потряхивая, хоп, все, да, все кишки здесь. Отлично. Если у вас здесь что-то образовалось, мы берем салфетку, прикладываем, чтобы все это не распространялось по нашим рукам и не заходило обратно в мясо. Я схватила трахею сейчас у легких. Схватила ее за основание. Там будет такая вилочка с разветвлениями к двум легким. И дальше пошла трахея. Схватила и вытащила. Вот такая вилочка. Вот она, видите? Ну, я так называю. Вот. Ее тоже никто не жрет, кроме собачек соседских. Спасибо большое, что у нас соседи собачкам стали забирать эту полезную вещь, такую, как кишки, головы и ноги. Это нас радует, потому что не напрасно это все дело пропадает. С легкими тот же самый вариант, что и с птицей с бройлером. Мы с вами делаем из пальцев небольшую гребеночку. И по-за ребрам, по-за ребрам вытаскиваем, схватываем легкое. По-за ребрам второе. Сейчас схватим тоже так же. Здесь нет опасности, что вам под ноготь залетит какое-то сломанное ребро, потому что, ну, таких птиц ребра не ломают обычно. Они очень большие, крупные, ну, плотные. Второе легкое. Смотрим обязательно легкое, розового, красивого, ровного цвета, да, легкие. Руку стараемся аккуратно засовывать, чтобы вот этого вот тут всяких-то этих не было. Все, легкие вытащили. Семенники вытащили, зоб вытащили. И вытащили мы под рака. И теперь, теперь мы аккуратно, зачем помыла руку, да, чтобы не нагваздать хвост кровью. Вот, видите, что-то неприятная жизнедеятельность. Все-таки остатки жизнедеятельности начинают выделяться. Но, слава богу, мы уже все и закончили, все. Больше мы с этим не возимся. Посмотрели внутрь еще раз. Мы с вами в углублении кости, вот это видим углубление, да, в углублении находятся почки. Имейте в виду, как бы, ну, если будет вопрос, что это, они такие чуть потемнее цветом. Надпочечники. Что мы еще видим? Ребра чистые, не оставили ни куска легких. Но здесь это не очень важно, потому что индейку я, в любом случае, буду разделывать. Разделывать эту индейку я буду мелкой разделкой. Разделка будет в отдельном видео, потому что снова процесс бесконечно долгий будет. Иначе на сегодня. Ну, и я, как отделить печень, помним, да? Все помним. Захватываем желчный пузырь одной рукой, второй печень и проворачиваем. Вот так, пум. Сил нет к концу дня, все. Как буду потрошение делать, непонятно. Вот таким образом. Печень целая, красивая, ровная. Желчный пузырь целый, не порвали. Ничего с ним не случилось, он с желчью тут не расплескал. Ну, если порвали, то порвали. Печень должна быть хорошего цвета. На ней могут быть незначительные какие-то разводы. Ничего страшного. Прям идеальная, идеальная по цвету печень бывает достаточно редко. Все-таки эта птица склонна ко всяким там проявлениям нехорошим. Но вот эта печень абсолютно здоровая, абсолютно чистая. И лучше и быть не может. Вот печень второй выгульной птицы. В сегодняшнем забое. Я бы сказала, что все нормальный цвет, хороший, нормальный. Я надеюсь, камера передаст. Жирок я собираю, если помните. Видео о топлении жира у меня тоже есть. О том, как я его топлю, как я делаю с травами его. И как я больше не покупаю никакие масла. Тем более жарить на животном жире правильно. А в салатики добавлять в растительные. Потребляйте в свежем виде. В желудке столько камней, что я не кидаю в кишки, потому что там собачкам будет не нужны эти камни. Сейчас покажу вам, что в желудке у индюка. Я даже не могу содержимое желудка индюка вываливать в потроха. Потому что потроха отдаем собачкам. Собаки просто, как вы понимаете, сломают зубы. Это один индюк. Я вот думаю, когда его взвешиваешь вместе с желудком, грубым весом, то, наверное, половина веса не потроха там, перья, головы, ноги, а камни в желудке. Ну вот так. И это не считая мелких камушков. Как вам? И вы знаете, какую тенденцию я еще заметила? Чем больше птица, тем больше ее желудок набит камнями. Причем такими булыжниками, что можно мастерами выложить. Для меня это было прям удивительно. Видимо, чем больше жернова работают, тем быстрее переваривание пищи, быстрее усвоение ее происходит. И как-то это, видимо, параллель какая-то существует. Хотя, не знаю, может, это просто у меня такой вот зрительный обман. И запомнился желудок, запомнился самой крупной птицей, у которой было очень, очень много камней. Так, ну все, в общем. Распотрошили мы птичку с вами. Все это дело я доделаю потом, чтобы не тратить ваше время. О, как удачно Саша подошел с виноградом. Вы видите? Он как раз нам и поможет помыть эту тушку. Правда? Нет, сначала Саша помоет тушку, потому что мухи, они не дремлют. Подтянем к краю. Сюда, пожалуйста, только не плюхай сильно. Да? Да. Так. И мы, Санечка, должны будем ее взвесить. Вот так мы здесь это все вымоем. И повернем ее вот так. И вымоем вот это место. Так, все. Вот так она немножко чуть-чуть посидит, буквально секундочки. Несколько секунд. И мы с вами продолжим. Съемку уже... Ты готов? На винограды попробуй. Никак. Вкусненько. Можно потом? Очень вкусненько. На дело надо делать впервые. 19-360. Это кто у нас? Так, вот он. Так, вот он. Да-да-да, он уже записан. 19-360. Все. На этом мы с вами прощаемся, но ненадолго. Следующее видео должно быть какое? Ну, или через одно там посмотрим. О разделке этого теленка. Делать это я буду сама. Милые дамы, если у вас есть сомнения, что вы с этим справитесь, все сомнения отвалятся после следующего видео. Уж поверьте, я маломощная, хоть может и не выгляжу так на первый взгляд. Мне это все дело делать тяжело. То есть, такой вес я поднять спокойно не могу. Но я с достаточно большой легкостью разделаю этого теленка у вас на глазах. Поэтому оставайтесь с нами. Не забывайте подписывайтесь на канал, потому что вас обойдут наши видео стороной. Мы просто так теперь не предлагаемся, потому что имеем дело с кровью. А для нас, пиццеводов, без этого никуда. Согласитесь. Я надеюсь, что я вам снова помогла. И некоторым что-то, может быть, напомнила. Некоторым что-то, может быть, подсказала. Жду ваших комментариев, потому что большую часть информации мы берем из ваших комментариев. Спасибо вам большое. Вы у нас умнички. Самый лучший зритель на свете. Всего доброго. Вот меня уже зовут. Что ты кричишь, Котя? Я записываю видео. Иди сюда. Иду. Сейчас я ручки помою. Зайка, уходи домой сейчас. Не выходи сюда. Я побежала. Вот. Ну, я повернусь. Зайка. Разом. Зайка. 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 Продолжение следует...